Глава 4. Нравственность в природе вещей Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей, И тем ее вернее губим среди обольстительных сетей. Разврат бывало хладнокровной наукой славился любовной, Сам о себе везде трубя и наслаждаясь, не любя. Но эта важная забава достойна старых обезьян, Хваленых дедовских времен. Лавласов обветшала слава со славой красных каблуков И величавых париков. Кому не скучно лицемерить, различно повторять одно, Стараться важно в том уверить, в чем все уверены давно, Все те же слышать возражения, уничтожать предрассуждения, Которых не было и нет у девочки в тринадцать лет. Кого не утомят угрозы, моления, клятвы, мнимый страх, Записки на шести листах, обманы, сплетни, кольца, слезы, Надзоры теток, матерей и дружба тяжкая мужей. Так точно думал мой Евгений. Он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений И необузданных страстей. Привычкой жизни сбалован, одним на время очарован, Разочарованный другим, желанием медленно томим, Томим и ветренным успехом, Внимая в шуме и в тиши роптанье вечной души, Зевоту подавляя смехом, Вот как убил он восемь лет, Утратя жизни лучший цвет. В красавицу он уж не влюблялся, Оболочился как-нибудь, Откажут, мигом утешался, Изменят, рад был отдохнуть. Он их искал без упоения, Оставлял без сожаления, Чуть помня их любовь и злость. Так точно равнодушный гость, Навист вечерний приезжает, Садится, кончилась игра, Он уезжает со двора, Спокойно дома засыпает, И сам не знает поутру, Куда поедет в вечеру. Но, получив послание Тани, Онегин живо тронут был, Язык девических мечтаний В нем думы роем возмутил. И вспомнил он Татьяны милый И бледный цвет, И вид унылый, И в сладостный безгрешный сон Душою погрузился вон. Быть может, чувстве и пыл старинный Им на минуту овладел, Но обмануть он не хотел, Доверчивость души невинной. Теперь мы в сад перелетим, Где встретилась Татьяна с ним. Минуты две они молчали, Но к ней Онегин подошел И молвил, Вы ко мне писали, Не отпирайтесь, Я прочел Душедоверчивое признание, Любви невинной излияния. Мне ваша искренность мила, Она в волнении привела Давно умолкнувшие чувства, Но вас хвалить я не хочу, Я за нее вам отплачу Признанием так же без искусства. Примите исповедь мою, Себя на суд вам отдаю. Когда бы жизнь домашним кругом Я ограничить захотел, Когда б мне быть отцом, Супругом приятной жребий повелел, Когда б семейственной картиной Не пленился я, Хоть миг единый, То верно б, кроме вас одной Невесты, не искал иной. Скажу без блесток мадригальных, Нашет мой прежний идеал, Я б, верно б, вас одну избрал В подруге дней моих печальных, Всего прекрасного в залог, И был бы счастлив, Сколько мог. Но я не создан Для блаженства. Ему чужда душа моя, Напрасны ваши совершенства, Их вовсе не достоин я. Поверьте, Совесть в том порукой, Супружество нам будет мукой. Я сколько не любил бы вас, Привыкнув, Разлюблю тотчас. Начнете плакать, Ваши слезы Не тронут сердце моего, А будут лишь бесить его. Судите ж вы, Какие розы нам заготовит гименей, И, может быть, На много дней. Что может быть на свете хуже Семьи, где бедная жена Грустит о недостойном муже, И днем и вечером одна, Где скучный муж, Ей цену зная, Судьбу, однако ж, Проклиная, Всегда нахмурен, Молчалив, Сердитый, Холодно ревнив. Таков я. И та воль, И скаливый, Чистый, Пламенный душой, Когда с такой простотой, С таким умом ко мне писали. Ужели жребий вам такой назначен Строгою судьбой. Мечтам и годам нет возврата, Не обновлю души моей. Я вас люблю, Любовью брата, А может быть, еще нежней. Послушайте ж меня без гнева. Сменит не раз молодая дева Мечтами легкие мечты. Так деревцо свои листы Меняет с каждою весною, Так, видно, небом суждено. Полюбите вы снова, Но учитесь властвовать собою. Не всякий вас, как я, поймет, К беде неопытность ведет. Так проповедовал Евгений. Сквозь слез, Не видя ничего, Едва дыша без возражений, Татьяна слушала его. Он подал руку ей печально, Как говорится, машинально. Татьяна молча оперлась, Головкой томною склонясь. Пошли домой в круг огорода, Явились вместе. И никто не вздумал им пенять на то. Имеет сельская свобода Свои счастливые права, Как надменная Москва. Вы согласитесь, мой читатель, Что очень мило поступил С печальной Таней наш приятель. Не в первый раз он тут явил Души прямое благородство, Хотя людей недоброходство В нем не щадило ничего. Враги его, друзья его, Что может быть одно и то же, Его чистили так и сяк. Врагов имеет в мире всяк, Но от друзей спаси нас, Боже. Уж эти мне друзья, друзья. Об них недаром вспомнил я. А что? Да так. Я усыпляю пустые черные мечты, Я только в скобках замечаю, Что нет презренной клеветы На чердаке в ролем рожденной И светской чернью ободренной, Что нет ни лепицы такой, Ни эпиграммы площадной, Который бы ваш друг с улыбкой В кругу порядочных людей Без всякой злобы и затей Не повторил сто крат ошибкой. А, впрочем, он за вас горой Вас так любит, как родной. Читатель благородный, Здорово ли ваша вся родня? Позвольте, может быть, угодно Теперь узнать вам от меня, Что значит именно родные. Родные люди вот какие. Мы их обязаны ласкать, Любить, душевно уважать И по обычаю народа О Рождестве их навещать Или по почте поздравлять, Чтоб остальное время года Не думали о нас они. Итак, дай Бог, Сохонь долгие дни. Зато любовь красавиц нежных, Надежней дружбы и родства. Над нею и средь бурь мятежных Вы сохраняете права. Конечно так. Но вихрь моды, Но своенравие природы, Но мненье светского поток, А милый пол, как пух легок. К тому ж и мнение супруга Для добродетельной жены Всегда почтенно быть должны. Так ваша верная подруга Бывает вмиг увлечена. Любовью шутит сатана. Кого ж любить? Кому же верить? Кто не изменит нам один? Кто все дела, Все речи мерит Услужливо на наш оршин? Кто клеветы про нас не сеет? Кто нас заботливо лелеет? Кому порог наш не беда? Кто не наскучит никогда? Призрака, свытный искатель, Трудов напрасно не губя, Любите самого себя, Достопочтенный мой читатель. Предмет достойный, Ничего любезней верно нет его. Что было следствием свидания? Увы, нетрудно угадать. Любви безумные страдания Не перестали волновать Молодой души печали жадной. Нет, пуще страстью безотрадной Татьяна бедная горит. Ее постели сон бежит. Здоровье, жизни, цвет и сладость, Улыбка, девственный покой Пропало все, что звук пустой. И меркнет, милый Таня, младость. Так одевает бурь и тень Едва рождающийся день. Увы, Татьяна увядает, Бледнеет, гаснет и молчит. Ничто ее не занимает, Ее души не шевелит. Качая важной головою, Соседи шепчут между собою Пора, пора бы замуж ей. Но полно. Надо в меня скорее развеселить Воображение картины счастливой любви. Невольно, милые мои, Меня стесняет сожаление. Простите мне. Я так люблю Татьяну, милую мою. Час от часу, плененной боли Красами Ольги молодой, Владимир сладостной неволе Предался полной душой. Он вечно с ней. В ее покое они сидят в потемках двое. Они в саду рука с рукой Гуляют утренней порой. И что ж, любовью упоенной В смятении нежного стыда, Он только смеет иногда Улыбкой Ольги ободренной Развитым локоном играть Или край одежды целовать. Он иногда читает Оле Нравоучительный роман, В котором автор знает Боли природы, чем Шатебриан. А между тем две-три страницы, Пустые бредни, небылицы, Опасные для сердца дев, Он пропускает, покраснев. Уединяясь от всех далеко, Они над шахматной доской на стол, Облокотясь порой, сидят, Задумавшись глубоко, И ленской пешкой владью Берет в рассеяние свою. Поедет ли домой, И дома он занят Ольгою своей. Летучие листки альбома Прилежно украшает ей, То в них рисует сельские виды, Надгробный камень, Храм киприды, Или на лире голубка Пером и красками слегка, То на листках воспоминания, Пониже подписей других, Он оставляет нежный стих, Безмолвный памятник мечтания, Мгновенной думы долгий след. Все тот же после многих лет. Конечно, вы не раз видали Уездной барышни альбом, Что все подружки Изморали с конца, Сначала и кругом. Суда на зло правописанию Стихи без меры по преданию В знак дружбы верной внесены, Уменьшены, продолжены. На первом листике встречаешь Ке криве ву сюрсе таблет И подпись Те авэ анетт. А на последнем прочитаешь Кто любит более тебя, Пусть пишет далее меня. Тут непременно вы найдете Два сердца, Факелы, цветки, Тут верно клятвы Вы прочтете в любви До гробовой доски. Какой-нибудь Пит армейской Тут подмахнул стишок злодейской. В такой альбом, мои друзья, Признаться, рад писать и я. Уверен, будучи душою, Что всякий мой усердный вздор Заслужит благосклонный взор, И что потом с улыбкой злой Не станут важно разбирать, Остро или нет, я мог соврать. Но вы, разрозненные томы Из библиотики чертей, Великолепные альбомы, Мученья модных рифмачей, Вы, украшенные проворно-толстого Кистью чудотворной Ильборотынского пером, Пускай сожжет ваш божий гром, Когда блистательная дама Мне свой инкварта подает, И дрожь, и злость меня берет, И шевелится эпиграмма Во глубине моей души, А мадригалы им пиши. Не мадригалы Ленский пишет В альбоме Ольги молодой, Его перо любовью дышит, Нехладно блещет остротой, Что не заметит, не услышит, Об Ольге он про то и пишет, И полный истин живой Текут элегией рекой. Так ты, языков вдохновенный В порывах сердца своего, Поешь, Бог ведает кого, И свод элегии драгоценный Представит некогда тебе Всю повесть о твоей судьбе. Но тише, слышишь? Критик строго повелевает Сбросить нам элегии венок убогой, И нашей братье-рифмачам кричит, Да перестаньте плакать, И все одно и то же квакать, Жалеть о прежнем, о былом. Довольно, пойте о другом, Ты прав, и верно нам укажешь Турбу, личину и кинжал, И мыслей мертвый капитал Отсюду воскресить прикажешь, Не так ли, друг? Ничуть куда. Пишите оды, господа, Как их писали в мощные годы, Как было в старь заведено. Одни торжественные оды, И полно, друг, не все ли равно? Припомни, что сказал сатирик, Чужого толка хитрый лирик, Уже ли для тебя сносней Унылых наших рифмачей? Но все в элегии ничтожно, Пустая цель ее жалка, Меж тем цель оды высока и благородна. Тут бы можно поспорить нам, Но я молчу. Два века ссорить не хочу. Поклонник славы и свободы, В волнении бурных дум своих, Владимир и писал бы оды, Да Ольга не читала их. Случалось ли поэтам слезным Читать в глаза своим любезным Свои творения? Говорят, что в мире выше нет наград, И впрямь блажен любовник, Скромный, читающий мечты свои, Предмету песен и любви, Красавицы приятнотомной. Блажен! Хоть, может быть, она Совсем иным развлечена. Но я плоды моих мечтаний И гармонических затей Читаю только старой няне, Подруге юности моей. Да после скучного обеда, Ко мне изобрядшего соседа, Поймав нежданно за полу Душу трагедией в углу. Или, но это кроме шуток, Тоской и рифмами томим, Бродя над озером моим, Пугаю стадо диких уток. Вняв пенью сладкозвучных стров, Они слетают с берегов. А что ж, Онегин? Кстати, братья, Терпение вашего прошу. Его вседневные занятия Я вам подробно опишу. Субтитры создавал DimaTorzok